Друзья, мы все вместе сейчас переживаем из-за событий, которые происходят в Украине. На своем канале я старался не касаться политики, но сейчас молчать довольно трудно. Лично мое отношение как свободномыслящего человека очень негативное. Агрессор вторгся в чужую страну, гибнут люди, оправдания этому нет и этим все сказано. В связи с последними событиями мне довольно часто приходят вопросы на e-mail, ватсап. Сейчас я озвучу их и постараюсь ответить. Вопрос такой, спрашивают, отразится ли ситуация, происходящая на Украине, на получение убивища гражданами России. Я отвечу, что нет, не отразится. Каждый кейс рассматривается офицерами индивидуально и без предвзятости. Тем более в нынешней сложной ситуации, когда иметь свое политическое мнение в России запрещено. Пишут украинцы, в связи с последними событиями, можем ли мы получить политическое убежище в США. К сожалению, военные действия, происходящие на территории страны заявителя, не являются основанием для получения политического убежища. Убежище дают только по пяти основаниям. Это политическое мнение, раса, национальность, социальная группа, религия. Но если, к примеру, вы были, допустим, активным блогером в Украине, размещали на своих страницах в социальных сетях материалы, направленные, допустим, против существующего российского руководства, вы можете доказать, что в случае, если вас захватят оккупанты, над вами будет расправа, то вы, безусловно, будете иметь право получить убежище в США. Вопрос следующий. Есть ли способ, кроме политубежища, остаться на территории США гражданам Украины, в связи с тем, что в Украине идет война? В настоящий момент рассматривается возможность предоставления гражданам Украины на территории США временного гуманитарного статуса, temporary protected status. То есть, это, скажем, своими словами, временное разрешение на проживание до тех пор, пока ситуация в Украине не изменится. Мы прочитали в Майами Харалд, об этом президента Байдена попросили двое бывших кубинских эмигрантов из Майами, ставших впоследствии высокопоставленными чиновниками. Это Эмилио Гонзалес, глава США службы гражданства и эмиграции при бывшем президенте Джорджа Буши, и Леон Родригес, который возглавил агентство при бывшем президенте Бараке Обама. Именно они попросили Байдена в одностраничном письме дать гражданам Украины в США статус временной защиты. Этот статус является не эмиграционным. Он разрешает находиться на территории США продолжительное время, пока статус действует. При предоставлении этого статуса дается разрешение на работу, и даже можно выезжать из страны при получении проездных документов. Но статус этот будет временный, на какое время это неизвестно. Такой же статус предоставляли Непалу, Сирии, Венесуэле, гаитянам. Я хорошо помню, как два года назад Трамп пугал гаитян, что отменят этот статус, но потом разумные люди, в общем, не дали ему это сделать. Решение по ТПС, вот по этому статусу, по Украине еще не принято. Его собираются принять буквально на днях. Оно будет опубликовано на сайте Госдепа. Это для тех граждан Украины, разумеется, кто находится на территории США. Этот статус защитит вас от депортации. Кстати, подать на него смогут граждане Украины, которые находятся без статуса на территории США или прибыли даже нелегально. Если у вас другой неиммиграционный статус, студенческий, туристический, то он может быть продлен на основании специального запроса. В офис USCIS посылается 539-я форма. И, конечно, желательно приложить письмо с объяснением о причинах продления. Могут ли граждане Украины прилететь в Мексику и просить убежища на границе США? Да, разумеется, могут, как и любые другие граждане постсоветского пространства, если у них есть веские основания. И если причина преследования совпадает, как я уже говорил, с одним из пяти признаков. Я хочу предупредить, в таком случае до перехода границы у вас должен быть полностью сформированный ваш кейс. Не ведитесь на разговоры и рассказы тех, кто прошел границу, не готовя документов о преследовании. Это может закончиться депортацией и большим сожалению, что не слушали меня. Всем, кто имеет намерение получить политическое убежище в США, я рекомендую прочесть книгу «Пошаговое руководство по получению политического убежища в США». В книге «Самая последняя информация по прошению политического убежища на границе США» собраны восемь историй, по которым люди уже получили политическое убежище. Мы предоставляем услуги по переводу и редактированию историй на политическое убежище. Обращайтесь к нам. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»